всем привет с вами снова это не был и сегодня я хочу вас немножко прокачать вопросе электронно цифровой подписи а конкретно как сделать документ формате сик и его прочитать проверить посмотрите так далее у меня уже на блоге было написано статья 18 года о том как сделать электронную цифровую подпись на документе pdf через программу adobe acrobat pro до статья уже довольно таки старая уже и уже скоро будет два года тем более мне подруг подвернулся под руку вопрос от читателя которому точнее который я объяснил как это делается и решил что будет полезно если я сделаю описание тем более как бы выдался пару часиков поэтому сделал достаточно большую инструкцию начнем начнем с того что программа крипто про и программа точнее так давайте давайте сначала подписывать документы формате сик будем через программу крипто про крипто арм который работает в связке с программой крипто про отдельно они существовать у вас не будут и по одной простой причине потому что крипто про это средство крипто графической защиты для создания безопасного канала обмена данными через сеть а программа уже крипто арм это уже сама программа которая позволяет шифровать и подписывать документы то есть одно без другого существовать не будет поэтому как бы я к сожалению вам здесь видео не покажу как устанавливается программа крипто арм то есть и и по скачиваете по ссылке которая будет в статье которым ссылка которая будет прикреплена к этому видео там на самом деле ничего сложного нету просто скачиваете и вы запускаете программу и нажимаете все по дефолту далее 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 то есть она вас устанавливается то есть ничего там сложного нету то есть дальше смотрите посылку мы все поставили никаких по идее там телодвижение делать не надо если вас до этого стояла крипто про и уже было были настроены какие-то ключи если нет ну здесь вопрос уже немножко такой сложный да то есть ну как бы мы будем разбирать то что у вас уже крипто просто и с настройкой ключей и драйверов там под ключ в моем случае это ru токен так смотрите подписываем документ вот и создаем документ docs что не пишем а пустой документ у нас она не подпишет то есть главное что нужно был хоть какой-то размер далее на документе нажимаем правой кнопкой мыши сейчас мы будем рассматривать именно подписание документа то есть выбираем вот крипто про и здесь выбираем подписать так далее смотрите у нас запускается мастер в котором мы как бы переходим просто нажимаем кнопочку далее то есть мы у нас профили никаких нету далее на втором шаге мы можем либо добавить документах подпись ли вы можем вообще всю папку подписать документов если их там много если как бы документ один который мы добавляли просто через правой кнопкой то просто нажимаем далее далее в кодировки расширения по идее здесь ничего не трогать не надо если нет каких-то специфических требований от госучреждений или там куда вы отправляете то есть опять же здесь нажимаем далее а вот как раз вот на этом шаге там четвертым получается у нас идет где параметра то здесь уже надо вот из-за использования подписи то есть нужно выбирать а подписано то есть мы как бы подписан документ а вот как раз вот эта галочка сохранять подпись в отдельном файле то есть она говорит о том что мы можем сделать подписи от соединенной и присоединенной чем они отличаются то есть от соединенной подпись она будет создаваться отдельно от файла то есть как бы у нас вот здесь вот Сейчас появится Ну давайте вот мы сейчас сделаем Сохранить подпись в отдельном файле То есть мы сейчас сделаем отсоединенную подпись То есть и вы сейчас посмотрите Так, на следующем шаге мы нажимаем выбрать И выбираем сертификат То есть я создал тестовый сертификат Кстати, это вот следующая статья будет И видео, как сделать тестовый сертификат Ну просто, чтобы там ваши сисадмины Или вы просто поигрались Не имея, допустим, ключа Нажимаем ОК, то есть у нас все выбрано Нажимаем Далее Нажимаем Готово, то есть у нас вот идет процесс Подписания, Успех Можно посмотреть, кстати, детали То есть если какие-то ошибки будут И, кстати, по деталям очень много дается информация С чем может быть проблема Если у вас настоящий ключ, то там может быть Там связки сертификатов быть и так далее Так, далее, то есть Закрываем и видим Смотрите, видите, у нас документ сам 13 килобайт, отдельный ключ 3 килобайта, да, то есть как мы открываем И совершенно усмотрим, то есть это плюс Получается отсоединенных сертификатов Сиговских, то есть у нас документ Не изменяет формат Потому что формат Сиг Это по-хорошему Это сокращенный формат от Слова сигнатура, то есть подпись Поэтому Когда мы делаем отсоединенную подпись То есть у нас И мы отправляем этот документ Там госпортал, учреждениям, там клиентам И так далее, то есть мы должны отправлять Вот эти два файлика, да, то есть Как бы вот этот файлик, который создается Именно, который подпись Она Идет именно в связке Именно к этому документу То есть если в этом документе Какие-то будут правки и так далее То есть она уже будет недействительно То есть если мы сейчас хоть точку там запятую И так далее поставим То есть она там У нее там она по хешсумам и так далее У нее там алгоритм сложный То есть как бы сразу скажет, что нам не соответствует И там документ был изменен То есть вас никто никогда не обманет И даже можно посмотреть по размеру То есть это 13 килобайт, это 3 килобайта Если же мы делаем подпись присоединенную Так, CryptoRM Также подписать Далее, далее, далее Здесь выбираем Убираем галочку Сохранить подпись в отдельном файле Подписано Далее Выбираем сертификат наш Далее Готово Так Ну Ну давай Так Ну ладно, пускай изменить имя будет Чтобы мы хотя бы просто примерно видели То есть вот у нас создался наш документ Видите, у него уже формат 20 килобайт То есть он, вот этот документ С себя включает и сам файл И саму подпись Поэтому у него и размер больше И прочитать его уже нельзя То есть чтобы прочитать этот файл Нужно Чтобы у вашего клиента Как бы стояло тоже программное впечение Которое могло бы открыть этот сиговский формат То есть в нашем случае это CryptoRM То есть если вам надо кому-то там Посмотреть, что там написано То ну пожалуйста там скачивать Пускай он скачивает CryptoRM Там 14 дней То есть у него есть просмотреть это То есть но если как бы уже начинаете обмен То я думаю таких вопросов вообще не должно возникать Поэтому здесь главное вот просто как бы понимание Есть два формата сига То есть как бы вот резюмируем То есть это отсоединенная подпись и присоединенная Есть отсоединенная То есть вот она у нас идет отдельно от файла То есть файл может человек спокойно посмотреть А присоединенная То есть это которая вот она идет в одном файле То есть если вы прикрепляете там какие-то розреестры Госуслуги, тендеры и так далее Они в основном просят именно документы формата сига То есть которые вот они должны быть именно присоединенные Так Второй вопрос это что делать Если нам прислали формат и нам надо его прочитать То есть здесь уже как бы действуем от обратного То есть мы допустим посмотрим документ Вот как раз наш присоединенный То есть запускаем CryptoRM С помощью там либо с ярлыка на рабочем столе Либо через кнопочку пуск Нажимаем файл Просмотреть документ Выбираем документ Который мы хотим просмотреть Там это сейчас Я уже создавал Это загрузки Загрузки четвертая папочка Вот он у нас То есть вот мы посмотрели Далее готово Вот он у нас открылся Вот мы смотрим Просматриваем этот документ Все Также Можно смотрите Как можно проверить ЭЦП То есть вот мы давайте изменим этот документ Вот мы в него что-то вставили Сохранили И вот мы хотим проверить нашу ЭЦП Соответствует ли она или не соответствует Вот у нас чисто подпись Далее Далее Готово И сейчас она даст нам ошибку И в деталях написано Одна или несколько подписей Некорректно или нет доверия То есть нет доверия Это означает то что документ был изменен Поэтому Вас никто никогда не обманет Ну вот смотрите То есть мы на данный момент разобрали Достаточно такую Может быть даже сказать глобальную Глобальный вопрос Который всех интересовал По поводу электронцевовых подписей И сиговских То есть здесь на самом деле ничего страшного нету То есть самое страшное здесь Это вопрос установки этого Программного обеспечения То есть как бы я имею ввиду Крипто ПРО Потому что Крипто ПРО Оно как бы на самом деле Оно устанавливается Так же все через Как и Крипто РМ Просто далее 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 Дальше Это установка Ключей Драйверов на ключи И установка сертификатов Ну если Этот вопрос Будет Кого-то интересовать То есть Я сделаю и на этот Эту статью Инструкцию Если кому-то что-то непонятно Ну пишите в комментариях Там или на почту То есть я буду помогать Важно понять То есть Как бы полезно Или я выдаю контент Или нет Всем спасибо С вами был Виталий Ниббл Как бы надеюсь Вам это было полезно Всем пока